Друзья всем привет с вами канал Китайфак и сегодня проверим на точность лазерный уровень клубиона PR94T3D. В вертикали будем проверять по уже ранее проверенному зеленому Firecore, кстати его проверку можете посмотреть по ссылке в правом углу. Горизонт прогоним по точкам по всем четырем сторонам и проверим также расхождение угла между вертикалями на 90 градусов. Так ну поехали, расстояние до стены у нас около 6 метров, это более чем достаточно для проверки и давайте начнем с вертикали. Так проверяем первую вертикаль. Так друзья ну вот видно что вертикали идут абсолютно параллельно друг другу, давайте проверим вторую вертикаль. Вторая вертикаль также идет параллельно вертикали Firecore. Давайте проверим третью вертикаль. Друзья, третья вертикаль абсолютно точно так же проходит параллельно вертикали Firecore. Ну и давайте посмотрим четвертую вертикаль. И четвертая вертикаль также идет параллельно вертикали Firecore. То есть друзья вертикали абсолютно точные, давайте проверим горизонт. Так устанавливаем прибор, делаем отметку на первой стороне и по часовой стрелке будем поворачивать прибор и смотреть все стороны. Все стороны должны лежать в одной точке, если куда-то сторона какая-то уходит, то значит нивелир сбит. Так друзья вот точка первой стороны, давайте повернем уровень на 90 градусов. Другая сторона лежит в точке, давайте посмотрим третью сторону. Третья сторона находится также в точке, но есть минимальное смещение, но на 6 метрах это больше чем допустимо. Ну и давайте посмотрим заключительную четвертую сторону. И четвертая сторона, как и ожидалось, также лежит в точке. В общем, друзья, по горизонту нивелир также абсолютно точен. Друзья, давайте теперь проверим угол 90 градусов между вертикалями. Для проверки угла 90 градусов нам понадобится 4 маленькие бумажки с заранее отмеченными точками, ну и сам уровень. Почему применяя такую методику с маленькими листочками и отметками? Потому что обычный метод проверки, как у бочонка, допустим, здесь не подходит, так как у бочонка все вертикали крутятся относительно одной оси и проверить, конечно, их намного проще. Просто можно по стенкам дать 4 метки и поворачивать на одном месте прибор и все линии должны также лежать в этих точках. У 3D нивелиров с конусными призмами головы разнесены таким образом, что они не лежат на одной оси и поэтому будет очень большое смещение. Но сейчас начну делать, вы все поймете почему. Для проверки нам достаточно всего двух вертикалей, которые по отношению друг другу стоят под 90 градусов и через них мы будем прогонять все остальные. Так, вот у нас получилось вот такие метки. Сейчас мы будем поворачивать каждое плечо и устанавливать другие 90 градусов также на эти метки. И по идее линии должны ложиться точно в эти точки. То есть бумажки мы с места не сдвигаем, мы поворачиваем и наводим на эти точки только сам прибор. Самое сложное в этой проверке, конечно, наводиться опять на точки другими вертикалями, но, собственно говоря, по-другому никак. Нам достаточно было бы проверить всего одно плечо, то есть мы установили, повернули прибор. Если вертикали ложатся также на точки, то в принципе по большому счету можно считать, что прибор точен. Но мы проверим все сектора по 90 градусов. Так, ну давайте вот повернем первый раз и посмотрим, есть ли расхождение. То есть видите, я повернул прибор вокруг своей оси и линии значительно отошли от точек, потому что нет одной общей оси вращения. Настройка занимает достаточно много времени, ну вот я уже настроил и видно, что первая метка у нас лежит в точке, вторая метка по этой же вертикали лежит в точке, первая метка по второй вертикали лежит в точке и вторая метка по этой же вертикали также лежит в точке. Давайте проверим еще следующее плечо. Для этого опять повернем нивелир на 90 градусов и также совместим линии с точками. Так, друзья, вот я совместил, давайте посмотрим. Первая точка одной вертикали лежит как надо, вторая точка также лежит на линии, третья точка второй вертикали лежит на линии и четвертая точка также лежит на линии. Ну, друзья, уже можно сделать вывод, что угол 90 градусов абсолютно точно соблюден, но давайте для чистоты эксперимента проверим еще и последнее четвертое плечо. Для этого опять повернем нивелир на 90 градусов и совместим линии с точками. Так, друзья, вот я совместил последнее плечо и как и ожидалось все линии лежат также в точках. Первая точка, вторая точка, третья точка и четвертая точка. В общем, друзья, на поверку лазерный уровень клубиона PR94T 3D оказался очень точным, что по вертикалям, что по горизонтали и, что немаловажно, по углу 90 градусов между вертикалями. Поэтому, друзья, можете смело заказывать прибор. Отличный выбор как для профессионалов, так и для новичков. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал. Впереди нас ждут другие видео по проверкам, по настройкам нивелиров, новые обзоры лазерных уровней из Китая. Поэтому не забываем нажимать на звоночек, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи, всем добра. Пока-пока.